Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст на тему MariaDB Galera Cluster в CentOS 8. Этим вебкастом мы завершим наш разговор о MariaDB в CentOS 8, ну и разумеется рассмотрим как Galera Cluster работает и настраивается. Для того, чтобы проделать демонстрации сегодняшнего вебкаста, нам потребуются две виртуальные машины, ими станут C8VM01 и C8VM02. На них установлен CentOS 8.2, версии 2.0.4. Нужно отметить, что для тех, кто внимательно смотрит предыдущий вебкаст, я на C8VM01 настраивал, но сейчас это абсолютно чистая машина, возвращенная в начальное состояние для того, чтобы все произвести с нуля. Что касается работы. Виртуальная машина у нас развернута на хосте KVM01, я сейчас к нему подключусь и запущу их, чтобы они были готовы к демонстрациям. Итак, подключаемся к KVM01. Вводим список машинок, вот наши машинки, нас интересуют C8VM01 и VM02, поэтому старт, 0.1, 0.2. Убедились, что они стартовали. Отключаемся от KVM, и дальше можно будет сосредоточиться на MariaDB Galera Cluster. Итак, что из себя представляет MariaDB Galera Cluster? Это возможность организовать несколько серверов в мультимастер топологии, где будет несколько активных серверов. Active-Active. Чтение и запись возможно на любом узле кластера. MariaDB Galera Cluster позволяет автоматически управлять членством, тем самым присоединять и удалять узлы. При этом используется параллельная репликация на уровне строк, то есть можно писать параллельно сразу на несколько нот. Ну и клиенты напрямую, как с обычной базой данных, соединяются с отдельными узлами и спокойно работают с ней. Okay, Galera Cluster по умолчанию не предоставляет никакого кластерного имени, чтобы вы могли соединяться с абстрактным именем. Вы соединяетесь с конкретным узлом. По крайней мере, именно эту конфигурацию мы с вами будем рассматривать. Для того, чтобы настроить Galera Cluster, нам потребуется установить пакеты MariaDB Server, MariaDB Server Galera и пакет Galera. Ну, я все это поставлю из потока. Плюс у нас появится конфигурационный файл etc.my.cnfd, Galera.cnf и основная директория, которая достаточно для того, чтобы выполнить настройку, это vs.rep.cluster.adress. Сначала мы создадим кластер, потом я расскажу, как добавлять узлы и перезапускать Galera Cluster. Отлично, что мы делаем теперь? Идем на первый наш узел. Это будет c8vm01. И на этом узле мы поищем список доступных нам модулей. Идем модуль лист. Модулей у нас достаточно много, поэтому мы оставимся на MariaDB. Как видим, у нас есть MariaDB, поток 10.3, клиент, Galera, сервер. Мы будем ставить Galera, потому что он подтянет в том числе и все остальное. Отлично. YUM модуль install. Выбираем MariaDB, указываем версию, указываем нужный нам компонент. Это Galera. Смотрим, что он подтягивает. Как видим, есть там и MariaDB, и MariaDB сервер, и JSAP сервер, через который мы будем соединяться. Yes. Понеслась установка, она займет какое-то время. Нужно будет немножко подождать. Прошла установка. Так как нам придется установку повторить и на втором узле, давайте сразу сделаем. Просто отправим в ту команду. Включим yes. И подождем еще раз. Пошла установка, ждем. Так, завершилась установка, на втором узле тоже. Мы сейчас остаемся пока на первом, я просто отправил ту команду. Отлично. Можно проверить, что служба у нас пока не запущена. Это обязательно условие для создания кластера. Окей, служба остановлена. Посмотрим на конфигурацию. В каталоге etc.mycnfd мы можем увидеть здесь Galera.cnf. Именно этот файлик нам и нужен. В нем есть много интересных директив. В принципе, основная директива указывает на точку подключения. Вот она. vs.rep.cluster.adress. Но также я хочу задать имя нашего кластера. Пусть это будет Galera.cluster. На всех нодах оно должно совпадать. Galera.cluster. А подключение у нас пойдет через G.com. На первом узле, который будет создавать кластер, ссылка должна быть именно такая. Остальные узлы, которые будут подкидываться в кластер, должны ссылаться на какой-то узел, который уже в кластере. Например, на первый. Отлично. Сохраняем. И создаем кластер. За это отвечает Galera.new.cluster. Нас устраивают все параметры по умолчанию, поэтому просто запускаем команду. И происходит создание нового кластера. Вместе с созданием кластера стартует и служба. Как видим, MariaDB запущена, но не настроена на автоматический запуск. Потому что кластер при полном перезапуске, когда все узлы остановлены, придется поднимать тем же самым методом через Galera.new.cluster. Окей. Теперь можно зайти и посмотреть на то, как у нас работает наша служба. Я не настраивал никакой безопасности, поэтому здесь все легко и просто. Show databases. В принципе, по параметрам конфигурации все будет то же самое, что и с одиночным экземпляром. Как видим, уже что-то работает. Так. Выходим. А дальше, для того, чтобы нам разобраться с нашей баз данных, нужно посмотреть на две вещи. Во-первых. Помимо прослушивания порта 3306 стандартного, у нас появляется еще один порт 4567. Его нужно будет открыть обязательно. По нему будет идти синхронная репликация. Ну, преимущественно синхронная репликация, я думаю, очевидно, что ответ приложения приходит после записи на всех узлах, активных в кластере. Поэтому открываем в Firewall этот порт. В том числе откроем его на постоянной основе, чтобы каждый раз не приходилось вводить команду. Ну и еще один порт, который тоже нужно открыть, это порт для R-Sync, потому что первичная синхронизация пойдет именно с его помощью. Готово. Супер. Идем на второй хост. Здесь у нас уже все установлено. Все, что нужно будет сделать, это поправить Firewall и настроить подключение к Galera Cluster. Firewall 7D, это порт 4567. Кстати, обратите внимание, что я не открывал 3306, оставил его ненужным. То есть, в принципе, вы можете и локально подключаться к базам Galera Cluster. Так, 4567 открываем, 4 четверки на всех случаях тоже открываем, вдруг он будет в следующий раз у нас выступать в качестве первой ноды. Добавляем перманент, добавляем перманент. Отлично, Firewall настроен, идем править конфигурационный файл. Он здесь точно так уже. etc. mycnf.d galera.cnf Ищем конфигурацию нашего кластера. Вот он, наш кластер. Задаем ему имя, как на той ноде, Galera Cluster. И настраиваем подключение. Это будет Gcom. Если не ошибаюсь, 10.055 IP-адрес. Проверим перед стартом. Давайте проверим, что C8VM01. Да, это 10.055. Ну что, можно пробовать запускаться. Ноды подкидываются в кластер автоматически, поэтому System.ktl.start.maria.db Здесь уже кластер создавать надо, потому что причиняется, что он уже объявлен был на первой ноде. А эта нода только к ней подключается. Вроде бы я нигде не ошибся. Соответственно, смотрим статус. Все хорошо. Давайте протестируем работу нашего кластера. А именно, на машинке C8VM02, которую мы только что подкинули в кластер. Идем в MySQL. Создаем здесь базу данных. Create database demo. Демо. В ней создаем простейшую табличку. Create table. Tab. Назовем ее. Она будет состоять из id, integer и data. nvarchar 100. Только надо указать, что она в демо должна находиться. Сделали. Insert into demo tab значение. Ровно одно значение тут занесем. Это будет MariaDB Galera Cluster. И проверим, что все так и есть. Select from demo tab. Запись есть. Это мы находимся на vm02. Выходим. Мы на vm01. MySQL минус u. Root минус. А пароля нет. Поэтому select звездочка from demo tab. И вуаля. Данное уже здесь. Синхронная репликация. Уже все приползло. Вот таким вот образом настраивается Galera Cluster. Узлы. Сколько вам их надо, 100 гайд подкидывайте. Я показал 2. Можете хоть 5 закинуть. Что касается перезапуска Galera Cluster. Кластер придется запускать как в первый раз. То есть указываете vsrep-кластер-адрес пустым и запускаете команду Galera New Cluster. Подведем итоги. Мы познакомились с Galera Cluster. И я показал ключевые действия по управлению узлами в Galera Cluster. А также мы протестировали репликацию, которая уже работает. Что ж. У каждой из использованных утилит есть свой раздел документации. Также Galera отдельно задокументирован в Knowledge Base на официальном сайте MariaDB. Там можно познакомиться с ним. Разумеется, это далеко не все возможности. Мы просто познакомились с технологией. И я показал достаточное количество информации, чтобы вы смогли ее настроить. От себя добавлю, что у меня IC Linux включен и работает. И, как видите, никак не мешает Galera DB Cluster. Это был последний вебкаст по MariaDB. Но я думаю, что к теме баз данных в CentOS 8 мы чуть позже вернемся и посмотрим на еще одну. Ну а на этом все. Материал данного вебкаста подошел к концу. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com. И все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Заходите, смотрите. Ну а пройти комплексное, в том числе авторизованное обучение по операционной системе Linux вы можете в учебном центре Softline Education, в том числе и под моим руководством. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok